Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Под поселком Октябрьский в ДТП погибли два человека. Легковушка вошла в занос, выехала навстречу и столкнулась с грузовиком. В Мозере молодой человек в лифте приставал к школьнице. Правоохранители проводят проверку. Сняли с карты почти 95 тысяч рублей. Мошенники представились работниками банка и похитили у гомельчанки крупную сумму. В Гомельской области продолжают фиксироваться правонарушения, связанные с нелегальной охотой на диких животных. Об изменениях в правилах ведения охоты и охотничьего хозяйства, а также итогах работы по противодействию браконьерству, интервью с начальником Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимиром Нестером. И как обычно, начнем с обзора происшествий и новостей в мире криминала за неделю. Двое погибших и один пострадавший. Итог автокатастрофы под городским поселком Октябрьский. 3 февраля там столкнулись легковушка и грузовик. Предположительно, водитель автомобиля Audi 80 выбрал небезопасную скорость движения и не учел состояние дорожного покрытия, из-за чего вошел в занос и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовым автомобилем водитель и 64-летняя женщина-пассажир легковушки погибли на месте. 23-летний молодой человек, который находился на переднем сидении, получил травмы и госпитализирован. Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось в Гомеле. 38-летний водитель, управляя автомобилем Honda Accord, двигался по улице Свиридова в направлении Крупской. На регулируемом перекрестке он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, который двигался во встречном направлении на мигающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП оба водителя легковых транспортных средств, а также 49-летняя женщина-пассажир автомобиля Opel получили телесное повреждение. Беспечность на тонком льду обернулась большой трагедией. В Петриковском районе в реке Припять утонули двое мужчин. Около трех часов дня в воскресенье жители деревни Снядин переходили реку по льду. Населенный пункт находится в заречной зоне, поэтому, чтобы попасть на большую землю, местным необходимо каждый раз преодолевать водную преграду. В состав группы поиска вошли водолазы и специалисты освода, МЧС и персонал местной спасательной станции. В Будо-Кошелево милиционеры нашли и задержали вора, который за ночь вскрыл шесть автомобилей. В начале января в РОВД обратились сразу шестеро местных жителей с заявлениями о том, что их машины были открыты, повреждена проводка замков зажигания. У одного из хозяев пропала магнитола. Правоохранители вышли на след 31-летнего мужчины. Оказалось, в празднике он перебрал спиртного и вспомнил свою криминальную молодость. Подозреваемый задержан, дает признательные показания. Сотрудники Чичерского районного отдела милиции задержали браконьера. Очевидцы сообщили о том, что на реке Чичера у моста мужчина расставляет запрещенные орудия лова. По приезду на указанное место нарушитель был обнаружен, а вместе с ним рыболовная сеть. Дома у задержанного нашли еще несколько сетей, а также паука, запрещенные орудия рыболовства. К расследованию инцидента подключились инспекторы природоохраны. Начат административный процесс. В Мозере молодой человек преследовал пятиклассницу. Камеры видеонаблюдения установили, как парень следовал за школьницей в районе ресторана Терри. Затем он зашел с ней в подъезд дома. В лифте начал вести себя неадекватно, чем напугал ребенка. К счастью, двери лифта не успели закрыться, и девочка вовремя из него выскочила. После того, как она рассказала о случившемся родителям, те обратились в милицию. Благодаря материалам с камер наблюдения молодого человека нашли в кратчайшие сроки. Проводится проверка. В Гомельском районе похитили 16 тонн зерна на сумму почти 5000 рублей. Сотрудники АБЭП Гомельского РОВД выявили факт хражи, а также установили личности преступников. Ими оказались трактористы и водители комбайна, работники местного агрокомбината. Обоим по 33 года. Один намолачивал урожай, другой увозил его в заранее подготовленное место. Продавали зерно знакомому предпринимателю. Ущерб, причиненный государству, оценивается более чем в 5000 рублей. В Гомеле лжесотрудники банка похитили у девушки 95 тысяч рублей. Пострадавшая ответила на звонок по Вайберу и поверила, что ей звонят из службы безопасности. Мошенники убедили женщину, что ее карт-счеты угрожают опасности, необходимо срочно принять меры. Девушка назвала им все конфиденциальные данные о своей банковской карте. Злоумышленники дополнительно поинтересовались, нет ли у клиента еще каких-либо карт или вкладов, чтобы их также можно было проверить на наличие угроз безопасности. Ничего не подозревая, Гомельчанка рассказала еще об одном вкладе, а затем, подавшись убеждениям мошенников, поспешила в банковское учреждение, сняла деньги и перевела средства на карточку, данные которой ранее сообщила звонившим ей людям. В итоге минус почти 95 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Житель Добруша нелегально перевозил 200 литров спиртосодержащей жидкости. На одной из автодорог Добрушского района правоохранителями был задержан автомобиль БМВ. За рулем находился 34-летний житель райцентра. В ходе осмотра были обнаружены 45-литровых пластиковых бутылей. В них находилась жидкость с резким запахом спирта. Сопроводительные документы и акцизные марки на канистрах отсутствовали. Товар изъят и направлен на экспертизу. В отношении перевозчика начат административный процесс. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля устанавливают личность мужчины. Вечером 17 января в кафе на улице Рогачевской он нанес телесное повреждение другому гражданину. Если вы узнали этого человека или владеете какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. Охота занятия не для слабых духом людей. Желание добыть зверя во что бы то ни стало иногда настолько велико, что некоторые охотники идут поверх запретов, не боясь быть привлеченными к административной или уголовной ответственности. Сезон охоты на пушного зверя уже закрыт, однако в области продолжают фиксироваться правонарушения, связанные с этим чисто мужским промыслом. Введение охотничьего хозяйства и охоты регулируется соответствующими правовыми актами. В Гомельской области из 11 с лишним тысяч владельцев оружия более 10 тысяч являются охотниками. Далеко не все они соблюдают действующее законодательство. Есть и те, которые хранят огнестрельное оружие без соответствующего разрешения. На территории Гомельской области проживает более 11 тысяч владельцев зарегистрированного оружия. В 2020 году из незаконного оборота изъято, то есть незарегистрированного было 111 единиц. Добровольно гражданами сдано 115 единиц незарегистрированного оружия. Почти 12 тысяч боеприпасов добровольно гражданами выданы в РОВД. К административной ответственности за нарушения привлечены 46 человек, возбуждено 67 уголовных дел. Прежде чем будет принято решение о конфискации оружия и привлечения гражданина к установленной законам ответственности, все изъятое оружие и боеприпасы направляются в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения соответствующих исследований. В ходе проведения баллистической экспертизы проводится экспериментальная стрельба в баллистической лаборатории, в том числе и охотничьего оружия. По результатам экспериментальной стрельбы устанавливается пригодность оружия для стрельбы. От вывода экспертизы зависит дальнейшее процессуальное решение судебными органами. Министерством лесного хозяйства приняты некоторые изменения в правилах охоты, которые вступили в силу 1 января 2021 года. В целом они направлены на улучшение условий и повышение доступности этого промысла. Охотникам теперь можно стать уже с 16 лет, при этом для 18 охотиться придется только безоружейным способом. Срок действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия увеличится до 5 лет. Также до 5 лет увеличится срок действия медицинской справки. Упразднена карточка учета нарушений к удостоверению на право охоты, а регистрационные документы на охотничьих собак и ловчих птиц исключат из перечня документов, которые необходимо иметь при себе. Уголовные и административные наказания не будут применяться к охотникам за незначительные правонарушения. За проведение незаконной охоты законодательством Республики Беларусь предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Помимо предусмотренной ответственности, лица, совершившие незаконную охоту, также выплачивают вред, причиненный окружающей среде, который рассчитывается в соответствии с таксами, утвержденными президентом Республики Беларусь. В 2020 году инспекциями Гомельской области выявлено более 60 нарушений правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. По 17 нарушениям возбуждены уголовные дела. Нарушения в сфере охоты, которые ярко проявлялись в разгар сезона, свидетельствуют о недостаточном уровне правовой культуры в рядах охотников. Многие из них готовы рискнуть репутацией и потерей права на охоту в угоду сейминутной выгоде. В связи с окончанием сезона охоты на пушных видов животных активизировалась тихая охота с использованием петель. Они являются запрещенными орудиями добычи в Республике Беларусь. Обычно они изготавливаются из металлического троса, проволоки или веревки. Попадая в ловушку, зверь инстинктивно двигается вперед, затягивая петлю и погибает мучительной смертью. Только за январь этого года инспекторами Гомельской области изъято более 15 таких запрещенных орудий охоты. Неизменной остается главная их функция – борьба с браконьерством и преследование правонарушителей. Областная инспекция охраны животного и растительного мира просит граждан, располагающих информацией о совершенных или готовящихся фактах нарушений природоохранного законодательства. Сообщить об этом по телефону доверия или отправить фото или видео факты нарушения на мобильное приложение Viber. О некоторых изменениях в правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты, которые вступили в законную силу с начала этого года, а также об итогах работы по противодействию браконьерству. Прямо сейчас в студии программы «Дефакто» интервью с начальником Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимиром Нестером. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Владимир Владимирович, расскажите, в чем же была причина внесения изменений в правила охоты, которые действовали с 2018 года? Неужели нормы устарели и была необходимость переработки? Ну, прежде всего, изменения в правила, которые были до этого периода, связаны с их либерализацией. Ну, и с упрощением их работы и исключением из них лишних бюрократических препонов. Так, указом президента Республики Беларусь номер 345, вот 16 сентября 2020 года предусмотрено деление правил на две части. Первая часть – это правила охоты исключительно для охоты, и вторая часть – это ведение охотничьего хозяйства, которые предусмотрены для арендаторов охотничьих угодий. О каких изменениях важно знать сегодня охотникам и на что обратить внимание? Ну, прежде всего, и это очень важно, внесены изменения в сроки охоты на некоторые виды охотничьих животных. Ну, например, если охота на лося по старым правилам, срок ее проведения был до 31 декабря, то по новым правилам он сейчас продлен с 1 января по 31 января. С чем это связано? Ну, я хочу просто оговориться, что это конкретно с 1 января по 31 января именно на лося-сигалетка и способом ружейной охоты из засады, из подхода. Это связано с тем, что увеличилось его просто количество. Одновременно увеличились сроки охоты на пятнистого оленя. Если по старым правилам они были с 20 августа по 30 сентября, то по новым правилам уже с 15 мая и по 30 сентября. Ну, и одновременно с появлением на территории Республики Беларусь такого инвазивного охотничьего животного шакала, который наносит вред охотничьим животным. Он включен в перечень охотничьих животных, и на него можно проводить охоту охотниками при любом законном нахождении в охотничьих угодьях, точно так же, как мы проводили охоту на лося, енотовитную собаку и на лисицу. Ну, и хотелось бы еще отметить, что при охоте на уток, на весенней охоте на уток, исключена охота на чернеть красноголовую. Хорошо, вы говорили о том, что новые правила либерализированы. Что вы имели в виду? Да, в целом новая редакция правил именно на это и направлена. Ну, во-первых, очень много было таких нарушений, которые были связаны именно с заполнением документов на разрешение на охоту, допустим, на охотничьи путевки, либо на разовое разрешение. Так, если по старым правилам, допустим, руководитель охоты, который проводит охоту коллективную на какой-то нормированный вид охотничьих животных, допускал нарушение при заполнении разового разрешения по виду, полу, либо качеству охотничьего животного, то он мог нести суровое наказание. Сейчас же по новым правилам допускается так, что если он и допустил такое, значит, нарушение, то он может внести исправление. Однако, прежде чем внести исправление, он должен позвонить в дежурную часть нашей государственной инспекции по круглосуточному телефону и сообщить о тех, значит, изменениях, которые он должен внести. И только после получения номера регистрации от нашего работника он имеет право производить разделку либо транспортировку данного добытого охотничьего животного. Охотники в связи с новыми изменениями обязаны сейчас уведомлять о чем-то инспекторов охраны животного и растительного мира в случае выявления каких-то фактов, например, во время охоты? Да, это, кстати, новшество, которое я уже и обращал внимание на это, что это новшество в новых правилах. Предусмотрено, что охотники, которые какие-то допустили нарушения, я о них сейчас остановлюсь немножко ниже, могут сообщить нашу дежурную часть, как я уже сказал, по круглосуточному нашему телефону, и после этого, значит, производить какие-то действия с охотничьим животным. Но это прежде всего, если, допустим, при охоте на нормированные виды охотничьих животных произошло ранение животного и оно ушло на территорию другого охотпользователя, то руководитель охоты обязан прежде всего сообщить руководителю этого охотпользователя, а затем обязательно по тому же телефону, тому же должностному лицу государственной инспекции и только после того, как оно будет зарегистрировано, организовать поиск и добычу этого охотничьего животного. Второй случай – это когда, допустим, при проведении безоружейной охоты на охотничьих животных было добыто охотничье животное, которое занесено в Красную книгу Республики Беларусь. Это с помощью силков и петель всех? Да, это с помощью, значит, капканов и других каких-то ловушек. Не изымая охотничьих животных из капкана либо ловушки, охотник, значит, звонит, прежде всего, опять же, пользователю охотничьих уводит, что им добыто случайно добыто охотничьих животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. И одновременно он должен сообщить дежурную часть. Только после этого он может производить какие-то действия. Ну и следующий случай… В данном случае человек, как дальше, какова его судьба, будет привлекаться к какому-то виду ответственности за такую добычу? Либо все-таки там более смягчительные меры в отношении него действуют? В данном случае, если он добыл, вот это животное, которое не имел права добывать, он не несет такой ответственности. Это очень важный момент. Это очень важный момент, да. Ну и следующий момент. Очень часто сейчас очень много погибает диких животных в дорожно-транспортном происшествии. Здесь тоже необходимо знать, что прежде чем… Ну, это прежде всего норма связана именно и предусмотрена для охотничьих хозяйств. То есть, если должностное лицо охотничьего хозяйства выезжает на такое дорожно-транспортное происшествие, или же где была просто гибель животного, то прежде чем он транспортирует это животное для его утилизации или для использования каких-то своих нужд, он обязан таким же образом позвонить по этому же самому круглосуточному номеру и доложит нашему дежурному. И только после, опять же, получения регистрационного номера он должен составить акт. И, значит, после этого уже он производит какие-то действия с этим животным. Каковы результаты работы инспекции за 2020 год в области контроля за нарушениями правил охоты? В 2020 году инспекторами Гомельской области было выявлено более 60 нарушений правил охоты. Из них по 17 нарушений было возбуждено уголовные дела. Что отрадно заметить, было изъято у нарушителей 62 единицы огнестрельного оружия, оружие из которых 37 незарегистрированных, а также изъято 874 килограмма незаконно добытой дичемостной продукции. Ну, то есть, наверное, работа продолжается и в том же темпе, да? И как вообще браконьерство? Это явление мельчает? Либо статистика на прежнем уровне, если рассматривать динамику правонарушений? Ну, если рассматривать динамику правонарушений, то я бы хотел отметить, что нарушения правил охоты, конечно, здесь большая латентность правонарушений, потому что мы не можем малым количеством людей покрыть большую такую территорию. Но, тем не менее, статистика показывает, что динамика правонарушений все-таки уменьшается. Нарушений становится все меньше, но, как вы видите, в принципе, и население это замечает. А диких животных, особенно коз, лосей, оленей, в наших охотничьих угодьях становится все больше. Кстати, иногда желание добыть животное во что бы то ни стало переходит все разумные границы. Браконьеры пользуются довольно жесткими методами, жестокими методами. Были ли такие правонарушения за последнее время? Встречались они инспектором в их практике? Ну, таких диких охот, как, в принципе, было раньше, сейчас мы не наблюдаем. Но вот в связи с тем, что вся территория, в принципе, республики покрыта сейчас снегом, несколько активизировались так называемые петельщики, которые устанавливают петли и на лосей, и на коз, и в том числе на зайца. То есть выслеживают тропы, вот эти вот следы и ставят на путь исследования животного такие ловушки. Ну что ж, Владимир Владимирович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Всем хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, систем видеонаблюдения и авторегистраторов по всему миру. Начнем с видео о неудачной посадке. Пилот этого лекомоторного самолета не сдал экзамен на право выполнять полеты. Посмотрите, чем закончилось приземление. Летательный аппарат зашел на полосу не вдоль, а поперек. Естественно, это не сказалось на мягкости посадки. И пилот, и инструктор получили повреждения. Сообщается, что в воздухе у самолета произошла поломка, из-за чего было потеряно управление. От авиаинцидентов к кораблекрушениям. Этот украинский сухогруз не выдержал шторма в Черном море и разломился пополам. Три члена экипажа пропали без вести, десять спаслись, четверым из которых понадобилась госпитализация. Как стало известно, баржа была предназначена для речного судоходства. Допускался кратковременный выход в море, но при наличии благоприятных погодных условий. Автозаправка – место повышенной опасности. Это доказывает видео из Китая. Риски попасть в чрезвычайную ситуацию увеличиваются, когда там оказывается бестолковый водитель. В данном случае автомобилист забыл вытащить заправочный пистолет из бака и отъехал от колонки, потянув ее за собой. Аппарат упал на работника станции и клиентку автозаправки. Мужчину от удара откинуло в сторону, а женщину придавило колонкой. К счастью, для пострадавшей все обошлось небольшими травмами. Высвободиться ей помогли очевидцы. На следующих кадрах массовая авария в штате Аризона. Грузовики вошли в неуправляемый занос на заснеженном шоссе. В результате один из них сильно поврежден. Пострадала кабина. Водитель не выжил. Есть и другие потерпевшие. Власти штата на время перекрыли трассу. Видео еще раз доказывает, как опасны бывают зимние дороги. А это кадры из Китая. У них там опасно и зимой, и летом. И все из-за обилия транспорта. Этот мужчина попал под колеса автобуса прямо на пешеходном переходе и застрял под его днищем. Хвала пассажирам и очевидцам, которые быстро организовались, дружными усилиями подняли машину и высвободили пострадавшего. Он попал в больницу с тяжелыми травмами. Похвалы достойны и эти очевидцы ДТП, которые смогли помочь водителю авто, оказавшемуся в кювете на краю обрыва. Люди встали в живую цепь и вытащили пострадавшего за руки. Причем в последний момент. Машина же кубарем покатилась вниз по склону у подножия обрыва. Ее остановило дерево. Что тут скажешь? Спасение, заслуживающее наивысшей оценки. В России не на шутку занесло цементовоз. Водитель резко задормозил перед внедорожником, хозяин которого, увидев патруль ДПС, решил пропустить пешеходов. Грузовик ушел вправо, зацепив при этом легковушку и ударив женщину, которая собиралась перейти дорогу. Вот такое казусное, но серьезное ДТП. Нарушений целый букет от превышения скорости до несоблюдения дистанции. Починили, так починили. Далее видео из автомастерской, набирающее просмотры в интернете. Эти два автослесаря сожгли авто своего клиента. Из-за неосторожного обращения с огнем прямо под легковушкой, находившейся на подъемнике, воспламенилась канистра с топливом. Первичные меры пожаротушения только раззадорили пламя. Порошковый огнетушитель не помог, а, как видите, лишь поспособствовал развитию пожара. Представляете реакцию хозяина, который узнал, что его машина сгорела, как стейк на решетке мангала? В общем, тушить возгорание пришлось уже пожарным. В Стэнфорде спасатели смогли помочь водителю и пассажиру пикапа, который упал с моста в ледяные воды пролива Лонг-Айленд. Для этого пришлось задействовать автовышку. Работники службы спасения первой вытащили женщину, которая находилась в кузове машины, наполовину погрузившейся под лед. Следом стали помогать мужчине, которого пришлось вытаскивать через узкое заднее окно кабины пикапа. Но все закончилось хорошо. Пострадавших обогрели и оказали медицинскую помощь. А это видео из Краснодара. Подростки вышли на неокрепший лед и провалились. К счастью, рядом оказались взрослые, которые не раздумывая бросились на помощь. Нашлись и те, кто снял происходящее на мобильный телефон. Поэтому посмотрите, как трудно выбраться на поверхность без посторонней помощи. Мальчишки явно бы не смогли себе помочь в этой ситуации. Двое мужчин пытались их вытянуть, но сами провалились в воду. Однако сил у взрослых оказалось больше. Одному из них удалось вытолкнуть ребенка на лед. Тот потихоньку сам дополз до берега. А вот остальным пришлось пробивать себе дорогу, ломая лед руками. Все закончилось благополучно. Но посмотрите, каких усилий это стоило взрослым. Один из них после выхода на берег едва стоял на ногах. Всегда нужно помнить, что в условиях переменчивой зимней погоды лед таит смертельную опасность. На сегодня все. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Берегите себя. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok